Субтитры сделал DimaTorzok Действительно, мы все молодцы, учимся, продолжаем. И эта глава, очередная глава в сегменте, который говорит о законах шаббата. Точнее, в этом сегменте законах шаббата говорит о различных видах ирува. Напомню, что ирув это не только веревочка, которая протянута вокруг населенного пункта, чтобы там можно переносить. Нет, есть разные ирувы. Есть ирув тхумин, есть ирув хацерон, есть ирув тавшелин. Их очень много. Ирув в данном случае это сговор, договоренность между участниками этого ирува. И тот ирув, который мы обсуждаем сейчас, это ирув тхумин. Почему? Потому что вообще вся идея этой договоренности для того, чтобы облегчить для евреев соблюдение шаббата. Что такое ирув тхумин, напомним для тех, кто не участвовал в предыдущем и позапрошлом уроке, когда мы начали уже эту главу ирув тхумин, это проблема в шаббат, что вы не можете выходить за пределы пространства города, не обязательно принесенного стеной, не обязательно вопрос выносить, а именно выходить и уходить из города на 2000 шагов, приблизительно на 1 км вдаль. Нам мы говорили о том, что есть два соседних города, плюс еще есть канва вокруг города и так далее. Теперь, что же такое ирув тхумин? Вот это вот называется тхум шаббат. 2000 шагов от окончания черты города, имеется в виду постоянство строений. Это вот весь этот диаметр, или периметр, если город, хотя в принципе диаметр и периметр одно и то же, а нет, сори, диаметр это не то же самое, окружность и периметр, в данном случае это одно и то же. Это является тхум шаббат, в этот пространстве можно передвигаться. И абсолютно не важно, какого размера город, может быть такой город, как маленький город Нью-Йорк, которым для того, чтобы пройти от одного конца до другого, нужно хорошо почистить практически весь шаббат. Идет речь о том, что выход за окончание черты города без прерывности строений. Теперь, если вам нужно попасть в другой город, в шаббат, и расстояние от вашего города до следующего больше чем 2000 шагов, приблизительно 1 километр, то нужно делать ирув тхумин. На прошлом уроке мы уже сказали, начали обсуждать то, как это делается. В первую очередь вам нужно дойти до того, можно прямо до конца практически того пространства, до которого вам можно идти в шаббат, то есть до 2000 шагов, и там оставить этот рух. Что такое этот рух, мы сейчас будем поговорить, в принципе, это покушать, но через пару минут мы об этом поговорим более подробно. И тогда в радиусе от этой точки на 2000 шагов вам дальше можно переносить. То, что очень важный момент, если вам вдруг придется этим заниматься самостоятельно, то это забирает от ирува с другой стороны. То есть теперь с другой стороны города можно переносить только до черты города, а не 2000 шагов дальше, а оттуда уже дальше можно. Ну, это понятно почему. Окей, теперь как на практике это делается, недостаточно дойти до этой точки, нужно еще провести серьезные религиозные манипуляции, о которых мы сейчас с вами и поговорим. Для тех, кто следит по тексту, мы продолжаем 95 глава, седьмой параграф, поехали. Как устанавливают эту договоренность о расширении субботнего пространства? Человек должен взять хлеб, которого хватит на две трапезы, потому что, по всем мнениям, две трапезы – это обязательно две трапезы в шаббат. Или лифтан – это что-то, что кушают обычно с хлебом. Люди, которые живут благополучной жизнью сегодня, а не во второй половине 19 века, когда редкая колбаса долетала до середины Будапешта, то здесь говорится что-то, что с тем кушают хлеб. Это, например, лук или какая-то редька, которую обычно кушают с хлебом. Что его столько, сколько бы вы съели с хлебом на две трапезы. То есть, это можно или-или, но что-то, что вам нужно именно на две трапезы. Кроме соли и воды, потому что соль и вода не добавляются к трапезе. То есть, о чем идет речь? Идет речь о том, что вы в том месте, где устанавливаете эту свою точку, от которой вы продолжаете субботнее пространство еще на 2000 шагов, там должно быть место, где вы будете кушать. Там, где человек кушает, это и есть дом. Ну, образно говоря. То есть, вы устанавливаете еще одно место проживания. Это должно быть все реалистично. Что если вы там окажетесь на шаббат, то вам будет там еды на две трапезы. Поэтому или берут хлеб на две трапезы, или берут что-то, что едят с хлебом на две трапезы вместо хлеба. Не знаю, что смысл спрашивать. Это должно быть глютен-фри или это из такой муки. Нет, не об этом идет речь. Идет речь о том, что оно там должно быть. Сейчас вы увидите, почему важно, не столь важно, будете ли вы это кушать, или не будете это кушать, а вы возьмете две халы, а у вас неусваиваемость глютена, и считается это или нет. Нет, не об этом идет. И сейчас поймете почему. И добавляю здесь рамганство, что если вы взяли к этому еще щепотку соли и бутылку воды, то это не считается, потому что это не считается частью трапезы. Это вспомогательные части трапезы. Именно как таковой еды должно быть на две трапезы. Вы спросите, а почему не брать себе взять колбасу или чонт? Вы сами сейчас поймете почему. Именно по тому, что мы прочтем дальше в конце этого параграфа. И объясняется, почему это должно быть или хлеб, или какие-то там луки или редька, которые кушают с хлебом. Сейчас мы объясним, почему. И идет в то место, где вы хотите это установить, откуда вы хотите расширить, так сказать, пространство. И говорите благословение. Благословение как на выполнение заповеди. В данном случае, благословенный Всевышний Бог наш, Владыка Вселенной, который осветил на своими заповеди и дал нам заповедь Ируф. Это напрямую, получается, устанавливает такой Ируф, заповедь Исторы. Вопрос здесь, не будем давать, это не урок по сэфрам Митсвас, который у нас проходит каждый день. Междумин Хаймарев, это совершенно другой урок по Аллахе, поэтому не будем говорить, что это повелевающая или запрещающая заповедь, но идея Ируфа, всех Ируфов, которые мы обсуждали, и Ируф Хацерот, и Ируф Тавшелин, и Ируф Тхумин, которые мы сейчас обсуждаем, это все, на это говорится, как на заповеди Исторы Благословима. И дальше нужно добавить декларацию, точно так же, как это делается в Ируф Хацерот и в Ируф Тавшелин. Нужно добавить декларацию и говорит И говорит, вот в этом Ируфе, это лайфхак, вот Ируф, наверное, такой хороший перевод, это будет именно лайфхак. Вот в этом Ируфе, то есть с этой точки, мне можно будет ходить в любом направлении, 2000 шагов, 2000 локтей, приблизительно 1 километр, и своясь спокойненько возвращает домой, уже без хлеба или лука. И такой один Ируф может установить сразу на несколько суббот. Главное, чтобы оно лежало в каком-то месте, в котором оно будет в сохранности, чтобы не пропало, никто его по дороге где-нибудь не съел и не испортилось. И это сразу нам объясняет, почему должен быть или хлеб, или то, что едят с хлебом, какие-то овощи, которые едят с хлебом, на инстаграме звонили, сейчас все восстановится, мешали посередине урока, которые едят с хлебом просто потому, чтобы оно не портилось. Если вы притащите туда чел или колбасу, или что-нибудь, что портится, то, соответственно, если оно даже не доживает до конца шабата, в открытом пространстве, то оно перестает быть чем-то, что может вам служить Ируфом, вот этим вот местом, откуда можно пройти дальше 2000 шагов в любом направлении. Что мы видим здесь? Что-то можно сделать на несколько суббот. Если вы принесите что-то, что может достаточно долго быть сохранено, ничто не живет вечно, понятно, поэтому периодически это нужно обновлять, и вы находите в том пространстве, где вам нужно ходить из одного места в другое, ну, мало ли что, где-то вам нужно провести урок, где-то вам нужно помолиться, кому-то пойти в гости и так далее, вы хотите сделать Ируф, который для вас будет постоянный. Обращаю внимание, не Ируф, чтобы переносить, а Ируф, чтобы ходить на более дальнее расстояние, чем это разрешено в шабак, то можно положить что-то, что не испортится, и что не стащат и так далее, то есть куда-то там закопать, и какой-то знак поставить, или под камень положить и так далее. Многие варианты, много вариантов есть, или переносной холодильник там можете поставить, да, чтобы оно не портилось, прямо такую штуку там делать, то просто главное, чтобы там была та еда, которая достаточно в общем количестве на две субботние трапезы, что если вдруг вы там переночуете, то все шикардос, там будет вам что-то кушать на шаббат, и можно идти дальше. Продолжим дальше, восьмой параграф в девяносто пятой главе, кто следит по тексту, не обязательно это делать самому, а говорит рафганцев, можете послать кого-то, да, помните, ух, послал, так послал, падал прошлогодний снег, можно послать кого-то, кто это сделает. Это не столь строго там требование, кто должен быть этот шалих, там евреи не вреда, естественно должен быть еврей, насколько я помню, тут об этом не упоминается, но мне кажется, да, может быть еврей, тут не говорится, что прислугу можно посылать, но вы можете послать кого-то другого, но тогда, перед тем, как вы посылаете этого человека сделать рух, то, что мы говорили предыдущий, выполнить всю эту функциональность, о которой мы говорили в предыдущих двух параграфах, то нужно до того, как вы посылаете, сказать следующую вещь. И вот когда даете этот рух, то есть не вы, сори, я пропустил предложение, вы ивареха шалех, вы иома, вы за руб, и я муталл плуню лелех. Да, видимо, поэтому он должен быть евреем. Послание, которое вы послали, мессенджер, которого вы послали, установите рух, потому что сами не успеваете, а носить нужно, не носить, сори, здесь не носить, а именно переходить нужно вам, то сам шалех должен сказать вот ту фразу, которую мы упомянули в предыдущем параграфе, благословить ее, сначала сказать благословение точно такое же, но во фразе изменить падежи и склонения, и сказать, что такой-то человек, который меня послал, ему будет разрешено этот рух, и так далее, и так далее. И нужно, да, тут понятно, что это должен быть еврей, что это должен быть взрослый человек, который понимает, что он делает, но если это человек, который знает, что он делает, какой-нибудь умный еврейский мальчик, но при этом еще маленький, то бишь добар митсвы, не подходит. Это должен быть человек, который конкретно имеет, то есть он, давайте объясню, в чем логика за этим. Это человек, который тоже должен быть обязан в этой заповеди. Если он обязан, он может это сделать для вас тоже. Поэтому это должен быть взрослый человек, не важно, мужчина или женщина, который на всех распространяется законы шабата и субботнего пространства, но добар митсвы быть не может. Можно, конечно, взять с собой ребенка, чтобы он воспитывался, учился, знал, как это делать. Это самое лучшее воспитание на примере, личном примере. И даже если тот, кого вы послали, он не вернулся, сообщить, что он это сделал, а вы имеете право на него положиться, потому что если вы берете кого-то шалеха, у нас есть правило, да, оно упоминается достаточно много в еврейских первоисточниках, что мы доверяем, если мы человека назначаем посланника, то мы доверяем этому человеку, что он выполнит свою миссию. о чем идет речь, ну, обычно, давайте подумаем так, обычно такой эруф устанавливается прямо перед самым шабатом, да, вот уже, тебе нужно до шабата об этом позаботиться. Как вы знаете, а тем более со следующей недели, когда у нас здесь в Нью-Йорке переведут часы, в Израиле, если не ошибаюсь, уже перевели часы, то шабат будет большой напряг, шабат будет начинаться рано и у всех будет трястись коленки, чтобы все успеть. Тот фактор, по которому определить, если вы еще молодожены, это насколько вы не успеваете что-то сделать перед шабата. Ну, важно, это другая тема. Для разговора, но логично предположить, что если вы кого-то просите установить эруф, это не просто человек, который вы перед шабатом другого еврея вы послали туда, чтобы быстренько сбегал. Легко сказать, быстренько сбегать туда в километр. В одну сторону километр, в другую сторону километр. Не все такой хорошей физической формы. Поэтому логично предположить, что предположим, это человек, который уже идет в тот город и ты ему скажешь, установи мне там, по дороге в тот город, установи эруф. И такой человек, поэтому говорит Шахану, не обязательно должен вернуться и сказать, Вася Пупкин, я Авраам Авину установил для тебя эруф. Нет, он может идти дальше, восвояйся, но сегодня у нас есть и телефоны, и фейстаймы, все что угодно, зумы, как на многие из вас, на котором находятся. Так что все эти вопросы решаем. Давайте подойдем еще один параграф. Девятый параграф в 95 главе. Для тех, кто следит по тексту. Можно сделать эруф для компании. То есть, это не обязательно, что один человек должен устроить для себя один эруф. Если вы собираетесь в другой город на какую-нибудь там вечеринку субботнюю идти пешком в компании, что гораздо более логичнее, то можно сделать один эруф для целой компании. Буше ебэ эруф шиур лекол эхад в эхад. Но количество еды, которую вы оставите в этой нычке, в этом тайном месте, которое вам расширяет в субботнее пространство, должно быть, должно хватать на всех участников эруфа. То есть, если вы идете в компании в 5 человек, и вам нужно на 2 трапезы, то вам нужно привезти туда 10 хал, 10 булочек, потому что должно быть на каждого на 2 трапезы. Вы царихли за котла эм алидей ахэрк мобэ эруфа хацерот. И тот человек, это может быть один человек, который устанавливает этот эруф, но он должен установить это, проговорить это, как мы обсуждали это в вопросах эруфа хацерот, для переноски, в данном случае, еще раз, не о переноске, а о расширении пространства, куда просто можно пройтись, он должен это сделать в декларации, упомянув это, что он делает это для других людей, для тех-то, тех-то, тех-то. То есть, все должны быть упомянуты в этом, так сказать, в этом сговоре. И нельзя сделать это заочно, как часто меня спрашивают, а можно, я капора сделаю для своей дочки. Нет, вы не можете скупить грехи своей дочки или своего папы, каждый отвечает перед Всевышним сам за свои грехи. Точно так же и здесь, что нельзя заочно сделать за другого человека, то есть, если этот человек не знает, а ты ему потом скажешь, я имел тебя в виду. Нет, этот человек должен знать, что для него или для нее устанавливается РУ. То есть, недостаточно то, что я проговорю, как, например, Веру Хацарот, что я говорю для всего города, даже если кто-то не в курсе, а имеется в виду, что конкретно Петя, Вася, Маша и Даша идут в другой город и я для них устанавливаю этот РУ. Аманех имбушалет лекулам, тот, который именно человек, который устанавливает РУ, если он делает это от имени всей компании, которая собирается этим пользоваться, еще раз, РУ Тхумин, расширение субботнего пространства, если он это устанавливает для других людей, он должен сказать, это разрешают такому-то, 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 а если устанавливать не как посланник, а для себя тоже, то он должен сказать, разрешено мне и такому-то, 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 всех, как говорится, нужно перечислить. То есть, неважно, если ты это делаешь для своей компании. Если шалев, то только тех, для кого ты устанавливаешь. Я еще раз хочу сказать, почему я все время повторяю. Это Ируф Тхумин. Повторяю, подчеркиваю, что это Ируф для расширения субботнего пространства, потому что, я уверен, для вас тоже, то, что является Ируфом обычно, это как раз ограждение, а не расширение пространства, для того, чтобы оградить пространство, которое можно переносить. Мы сейчас с вами закончили урок, который говорит о расширении пространства, в котором можно переходить, но переносить, но не переносить. Окей, надеюсь, вы не запутались. Всем спасибо, кто был с нами на Инстаграме, спрашивает, кусочек хлеба отвалился, отломился кусочек нормуль. Главное, что он был достаточно, чтобы сытиться на две трапезы. У каждого свой аппетит, но мы приблизительно знаем, сколько это нужно. Спасибо, кто был на Инстаграме, присылайте еще вопросы. Всем пока-пока, шабад-шалом. Приключайтесь в вечеринку лекции по недельной голове, пока. Спасибо всем, кто был с нами на Фейсбуке. Оставляйте вопросы, если они есть, делитесь. Если вы были с нами в записи на Ютубе, у вас есть вопросы, буду очень рад ответить на ваши вопросы. Пишите, пожалуйста. А я...